Пойдём и подводить итоги недели с премьеры на сцене Малого Драматического Театра. Здесь показали «Вишнёвый сад» в постановке художественного руководителя театра Льва Абрамовича Додина. Последний раз чеховскую пьесу «Вишнёвый сад» в Малом Драматическом Театре ставили ровно 20 лет назад, в 1994 году. С тех пор много воды утекло, мы стали жить в совершенно другой стране, в другом городе, времена стали жёстче, а сентиментальность как эмоция и вовсе аннулировалась. Об этом и обо всём и рассуждает Льв Абрамович Додин в своём новом спектакле. Некогда именно «Вишнёвый сад» положил начало постановкам Чехова в МДТ. Затем последовали пьесы без названия «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры». После тёмной и ненастной осени, холодной зимы, опять ты молод, вон счастье ангелы. По Чехову скучаешь, знаете, когда вот несколько лет без него проживёшь, то скучаешь, потому что он даёт возможность что-то такое сказать про себя, про время, про разное время разное, и сказать очень своим, я бы так сказал, своим голосом. В этот раз в голосе Додина совершенно очевидно зазвучала мудрость, которая может появиться у человека лишь с годами, прожитыми в размышлениях. Никакого молодого задорного экстремизма и желания переделать мир. Кажется, Додин, а вслед за ним и его артисты, абсолютно смиряются с тем, что такие персонажи, как Делец Лопахин, рождались, рождаются и будут рождаться, пока существует этот мир. Вы будете иметь самое малое. 25 тысяч доходов в год. Для меня это, конечно, роль, абсолютно роль мечты. И это невероятно интересная фигура, и по той простой причине, что я, как мне кажется, знаком лично с некоторыми Лопахиным в нашем времени. И вы их знаете многие. И вообще это, в общем, фигура очень узнаваемая в нашем времени. Трудно говорить о Чехове всегда однозначно, о чём это. Как всегда, это, можно сказать, это о жизни. Но это всем кажется недостаточным. Но мне кажется, это история о том, как любой прогресс, любые, как бы, хорошие намерения, даже, в общем, потому что, ну, удачная история, ну, что с в этом плохого? Это же не 6 соток, это по гектару у людей было. Но, тем не менее, эти вишневые сады исчезают, и с этим пропадает что-то в нашей жизни. Свой новый вишневый сад Лев Додин посадил вместе с художником спектакля Александром Боровским аккурат посреди портера, среди нас, зрителей. Таких же недотёпрос, продающих сады. Таких же Лопахиных, сносящих старинные особняки ради бизнес-центров. Вишневый сад есть у каждого из нас. Вопрос в том, сможем ли мы его сохранить. Круг замкнулся, потому что за эти годы Додин выпустил спектакли по всем пьесам Чехова и вновь обратился к Вишневому саду. Это, конечно, я думаю, вы согласитесь, очень символично. Продолжение следует...